Я, насколько понимаю, Стокроваш, ну, второй судец, был очень такой серьёзной фигурой, да, то есть... Ну, маршал авиации. Да, маршал авиации. Герои многих... Вы стали такой номенклатурной девушкой. Я? Ну, конечно, вы же получили доступ ко всем вот этим... К чего? Ну, благам советской элиты. Ну, распределители всякие вот эти всё. Не было? Или на телевидении и так без этого всё было в порядке с этим? О чём вы говорите? Вы на телевидении на том не работали? Нет, конечно. Вот именно. Так, я поэтому и спрашиваю. Ещё раз говорю. Ничего такого особенного не было. Это миф, что нас одевали в 200-й, в 100-й секции. Да. Да, что вы, что нам там... Раз в два года мы могли пойти вот в ГУМ, нам давали разрешение такое, и за свои деньги на 200 рублей купить что-то без очереди. И всё. А может, за свои не помнишь сейчас. Но я помню, что раз в два года мы туда могли, туда могли, в общем-то, прийти без очереди, но ни в какой, ни в 100-й секции. А всё, что висело там, но без очереди. Вот и всё. Ну, а круг общения ведь у вас изменился? Ведь там нет? То есть вы в Новоразии с друзьями своего супруга не общались? Он же общался там. А с кем он общался? А я не знаю, я поэтому это и спрашиваю. Маршальский сын? Ну и что? Ну как что? Понимаете, в чём дело? Для меня вот эти вот все... Подумаешь, я капитанская дочка. У меня папа был капитаном. Капитаном. КГБ? Да. Понимаете, у меня много званий воинских. Я капитанская дочка, бывшая невестка маршала, вдова полковника КГБ. Поэтому, понимаете, у меня военных званий очень много. И что ж, я должна теперь... И что, я из другого теста что-то сделала? Ну каким же образом вы познакомились тогда с Галиной Леонидовной Брежневой? Учитывая огромную разницу в возрасте, вы и в дочери годились. То есть как вы сошлись? Я думал, что через... Понимаете, в чём дело? Я не могу сказать, что мы были подругами. Нет. Нет? Нет, подругами мы никогда не были. Я с огромным уважением всегда к ней относилась. И с огромным уважением относилась к Юрию Михайловичу Чурбанову. А получилось так, что вот мой муж Вовка, извините, Владимир Владимирович, вот, Владимир Владимирович, бывший муж, конечно же, а то сейчас ещё обидится, что он скажет, муж. Вот. Вы знаете, правда, она это сам, мы сейчас... Ну не будем говорить об этом. Он работал в одной организации с Робертом. А Роберт был женат на двоюродной сестре Галле Брежневу Галину. Так. Вот. И как-то они дружили, так как вместе работали. И поэтому они приезжали. Роберт с Галей заезжал, с Галей с Людой. Мы с Людой дружили. А потом Галя... А Люда это... А Люда это двоюродная сестра Галя. А это самое... Ну так вот, чтобы, знаете, прям вот это там... Ой, я дружна сам. Я никогда в жизни этому никому не говорила. И вообще-то... Ну, Галя, да, приезжала к нам в гости на дачу. И вот то, что они рассказывают, я вам хочу сказать, враньё, враньё и ещё раз враньё. Ну, может быть, в конце жизни она, конечно, может быть, уже там, ну, довели человека. А на самом деле была добрейшей души человек, никогда не кичилась вот тем, что она... Понимаете, мне очень жалко тех людей, о которых сейчас много говорят, плохого, негативного, которых некому защитить. Нет людей, их нет живых, и нет людей, которые могли бы о них рассказать. Мне очень жалко, когда их порочат, как Юрий Михайлович Чурбанова порочат. Вы понимаете, в чём дело? Он тоже оказался заложником просто семьи. Вот этого положения. Просто заложником. Человек был очень добрый. Галя была добрейший человек, помогала всем. Вы говорите, что Галина Леонидовна была добрейшей души человека. А я так понимаю, что вы очень добрый человек, который вот видит людях только... Ну, может быть, не знаю. ...только хорошие и не видит там, допустим, в черепахе только черепаховый суп. Я просто перехожу к предмету, который вы принесли по просьбе наших продюсеров. Что это такое? Ну, это черепаха. Я её привезла. Я же была в 78-м году на фестивале, 11-м международный фестиваль. На Острове Свободы. На Острове Свободы, на Кубе. Мы 16 суток шли на пароходе туда. 16 суток из Питера. Вот. Потом мы приехали туда. Пришли, вернее. Приехать нельзя. Да. Пришли. Пришли мы туда, и вот начался праздник. И эта черепаха как раз после фестиваля. Ну, все кто-то что-то вёз. Так. Какие-то сувениры. Так. Ну, а что вы повезти так тут? Я не знаю, что везти. Нет, как это? Ром-сигарь. Нет, ром-то, конечно. Я же знала, что меня в Москве ждут. Я привезла, когда, ну, естественно, сразу же начались гулянки у нас. А жила я на проспекте Мира в коммуналке. В коммуналке? Да. Мы с Вовой жили в коммуналке сначала. У нас была весёлая коммуналка у меня. Эта история, если рассказывать, она будет очень весело. Это сейчас весело, а тогда, конечно, было не очень. Но это отдельная история. Страница в моей жизни. У меня очень много страниц отдельных, которые вроде бы сейчас рассказываются очень весело. А тогда было как-то так... Не до смеха. Не до смеха. Ну, не в этом суть. Всё равно нужно относиться к жизни не то чтобы легко, но с юмором. Если без юмора относиться ко всем происходящим событиям, это уже нужно, как говорил Коля Арсеньцев. Если будет атомный взрыв, неправильное мнение есть, что нужно заворачиваться в белую простыню и тихо ползти на кладбище. Нет, можно выжить после этого. С юмором надо жить. С юмором и без зависти. Вот это самое главное. О, про зависть вы говорили, что это самый большой грех. Я так понял, что вам пришлось эту чашу испить. Вам завидовали ведь очень много? Я не знаю. Ну, наверняка. Завидовали. Конечно, сейчас завидуют. Чему завидовать? Я только не знаю. Ну, как? Я сама не знаю, чему завидовать. Ну, чему завидовать-то? Ну, как? Ну, я не понимаю. Красивая девушка, легенда. И что? Судец. Это же просто бренд. Ну, как? И что у меня от этого? Ну, а что? Черепаха вот. Нет, только любовь. Только детская любовь. Продолжение следует.